В Кузнецке продолжают работы Совета общественности по профилактике правонарушений. Очередное заседание состоялось в минувший вторник в школе номер 3, участники которого обсудили охрану общественного порядка и наиболее важные городские проблемы. До граждан была доведена информация о состоянии правопорядка в микрорайоне в текущем году. Более подробно была освещена ситуация по безопасности дорожного движения, были даны рекомендации, как не стать жертвой мошенников. Глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский в первую очередь обратил внимание на важность проведения прививочной кампании в преддверии осенне-зимнего эпидемического сезона. Есть возможность привиться от гриппа, и статистика даже нашей больницы показывает, что из 1200 человек, которые переболели в этот сезон, ковидом, гриппом, корвейн, все 25 человек привитых. Остальные все непривитые. А из этих 25 человек никто тяжелой форме не подойдет. То есть прививка гриппа дает перекрестный иммунитет, в том числе и от вот этой заразы. Поэтому сейчас начинается у нас прививочная кампания, и мы и медицинские организации, и я как власть исполнительная, настойчивая, рекомендую всем внимательным самым образом отнестись. В ходе встречи глава администрации рассказал об основных аспектах социально-экономического развития города за последние годы. В частности, об открытии второго чертезавода «Кузнецкий технопарк» производства матрасов, возобновлении работы за долгие годы простоя элеватора, о проведении на территории города первого цифрового мебельного форума, который придаст новый импульс развитию экономики. Отдельно Сергей Золотогорский остановился на начале строительства в Кузнецке второй станции обезжелезивания воды. На прошлой неделе мы начали строить станцию обезжелезивания воды на 8-й заборе, на 1-й справа. И по договору в мае они должны нам эту станцию сдать, хотя я надеюсь, что сделаем все это быстрее. Поэтому, у кого еще пока в хране не очень хорошо течет, осталось потерпеть немного. И, во всяком случае, те, кто живет в районах, уже запитанных от станции этой железы, те уже как бы о проблемах такого свойства забыли. Вопрос, по большому счету, решенный, осталось только воплотить это все в металле. Одной из важных тем, обозначенных главой администрации, стало здравоохранение. Особенно выделено строительство в городе хирургического корпуса. Видите, хирургический корпус строится, там, правда, есть сложности определенные. Сейчас как бы приостановили строительство в связи с тем, что надо уточнять проект, документацию, там есть нюансы такие. Но в следующем году оно будет возобновлено строительством. Мухарнатор недавно был, в общем, все заслушал, там все, кто этим вопросом занимается. То есть у нас хирургический корпус в 22-м году будет запущен. В следующем году начнутся там отделочные работы, а мы, город, обязаны, мы должны будет сделать подъезды и подходы. В больницах, в планах, также строительство поликлиники центральной, городской. Будет строиться большая поликлиника, у нас, наверное, тоже в году 22-м. Будет настроиться на площадке стадиона, бывшей стадиона полной формы. Она должна быть привязана к недалеко находиться от больницы. Другой площадки у нас подходящей по размерам нету. Но и как бы будет вот такой объект, где все службы будут, все там анализы, все врачи, специалисты, и спонсоризация, чтобы не бегать по городу, все будут там. И плюс туда будет заведено еще там антологическое отделение. В ходе беседы было уделено внимание ремонту дорог, учреждения образования и культуры. На юбилей города губернатор нам подарок сделал, там, варенную на юность, ДК юность, там, денег выделил. В следующем году тоже его сделаем, вот, там, холодно и неприглядно, но вот все теперь будет нормально. Особо Сергей Золотогорский выделил вторую победу Кузнецка во всероссийском конкурсе лучших проектов в создании комфортной городской среды. На средства гранта будет проведено комплексное благоустройство улицы Белинского. Проект наш на высокой оценке получил признан лучшим в России. Это мы будем делать в следующем году. При вокзальной площади сквер Радища. Вот, то есть, ну, такое лицо города, да, 80 миллионов рублей, мы будем на это делать. Это уже непросто, было очень много. В Инспенской области многие пытались, мало, кто-то в пустую, а вот уже два раза выиграли. Так что, тоже непросто это все, но удалось прорваться. В завершении встречи глава администрации ответил на вопрос собравшихся и отметил, что совместная работа власти и общественности позволит решить наиболее важные городские проблемы.